И все же выходит, ну, у многих, практически у всех будет очень сильный диссонанс. Наши предки тысячелетиями занимались сельским хозяйством и, по сути дела, занимались им не как чем-то таким колхозным, не как чем-то таким производственным, а именно в более привычном таком ключе садиков, огородиков, всего вот этого. Растили там пищу столетиями, тысячелетиями. Больше того, ввиду того, что наш народ, украинский народ, столетиями был под, так сказать, Польшей, после Бонн-Исфорции и под Московией после Хмельницкого, и несколько столетий, получается, и под теми, и под другими. Конечно, раньше было наоборот, но и раньше наш народ как раз ассимилировал отчасти даже и московитов, и некоторых поляков. Но потом получалось, что в городах преобладает чужеродное население или отчужеродненное население. То есть, соответственно, так сказать, русифицированное, как это сейчас говорится, хотя, опять же, неправильный термин, до основания неправильный, правильней было бы маскализированное, наверное, население. Ну, ладно, пусть будет, как будет. В другом месте опаляченное население, ну и, собственно, сами, так сказать, и те, и другие. Кроме того, было множество немцев, евреев и всех других. А вот как раз наш народ преобладающий был в селах, и конец 16, 18, 18, 19, даже 20 век очень основательно связал культуру, именно бытовую культуру украинского народа с сельским хозяйством, с сельским бытом. Как бы огромное количество песенок. Ну, то есть это колоссальные пласты просто. В то время, как у тех же американцев там ковбои, ну, тоже там в разных штатах разное, ну, так или иначе, там вот такого ковыряния в земле обожествленного практически не было. У нас идеологическое обожествление ковыряния в земле, наверное, начало с сковорода все-таки. Хотя сковорода там вообще был о другом и про другое, и у него все было сложно. И снова по философам. Вот что я рекомендую более-менее мыслящим людям делать, это не пытаться по действиям философов как-то пытаться понять смысл учения этих философов. Философы могут действовать согласно своему учению, а вот как просто, типа, взять и демонстрировать какие-то аспекты своего учения, там, в пример, в назиданиях, что-то такое. Могут делать чуть ли не в точности, да наоборот, из своих всяких соображений могут делать как-то вообще не в попад, что оно и не наоборот, и как бы не в тему. Ну, так или иначе, часто люди, в общем-то, по действиям каким-то, по таким вот ярким штукам это все анализируют, и сковорода, в общем-то, ему мы должны быть благодарными окончательному уже идеологическому такому укоренению вот этого всего. Отчасти даже в творчестве Тараса Григорьевича такие мотивы прослеживаются. Про московитов, как бы, делаю на их языке, но дело в том, что по ним данное судить вообще не следует, у них там до сих пор разброд, сброд и шатание. У них нет единого стереотипа, и вот, так сказать, славянская часть московитов является прямой и очень унылой калькой с нас, поэтому их тоже можно сюда, в принципе, причислить. Ну, имеется в виду то, в общем-то, как бы наше население, которое там как бы ассимилировано еще с времен Киевской Руси и в последующие эпохи. Это и то, которое там рассредоточено, и, допустим, такие очаги, как Кубань, то все прямая калька с нас, только иногда еще усугубленная какими-то чужеродными этническими штуками или еще чем-то. Однако, вот, получается, у нас очень сильная вот эта сельская тема, и ввиду этого, когда, как бы, я аж, типа, за родное, за это, за то, а тут полностью, получается, против всего, ну, типа, да, ну, не совсем. Дело в том, что то, что мы сейчас слабее Московии, кстати, одна, ну, по некоторым параметрам, но одна из причин этого как раз в том, что пока московиты клепали в каких-то случаях фейковые, в каких-то случаях реальные, какие-то свои вундервафли, супероружия новые, мы выращивали пшеницу, чтобы прокормить всю Европу. Украина, к сожалению, житница-кормилица Европы. И вот тут это, с одной стороны, это, типа, ресурс, типа, вот там людям надо стараться добывать эти все металлы, там мучиться, а тут, типа, вроде как может показаться, что легче, земля сама кормит. Но не совсем так. Этой земле нужно себя отдавать, в общем-то, свое внимание, свои усилия. И получается, что японцы не имеют такой плодородной земли, они живут лучше, чем мы. Московиты имеют свою просто наглость определенную, они, в общем-то, создали свою империю. Мы раньше создавали всякое разное, то раньше, то не считается. Я говорю за то, что есть сейчас, у них есть империя. Которая вообще, как колосс на глиняных ногах, и которая пародия на ихню же империю, на другие империи. Ну ладно, она хотя бы есть. У нас, к сожалению, нет ни империи, ни каких-то супертехнологий. Зато мы кормилица Европы. Нафиг вам нужен такой статус? Не, Европе кормилица нужна. Вопрос, нафиг нам быть кормилицей Европы? Конечно, у меня нет возможности донести свою точку зрения до широких масс населения. Но я за полное и любое сворачивание сельскохозяйственной темы. За то, чтобы реально в земле коверялись роботы. Для этого даже не нужны какие-то суперроботы, которых еще нужно изобретать. Для этого обычных, нынешних, сельскохозяйственных всяких приблуд, которые уже существуют в разных странах, в том числе и в нашей, вполне себе хватит для того, чтобы, в общем-то, автоматизировать сбор необходимого урожая. Ну, а по идее для населения было бы неплохо, если бы, в общем-то, моей точки зрения прислушивалась власть, то мой был бы совет, так или иначе, как-то где-то что-то подкрутить в законодательном плане и, в общем-то, сделать ведение сельского хозяйства, такого частного, совершенно невыгодным, потому что иначе людей от этого не отучить. Иначе они так и будут отдавать свои умы, свои души Земле. Многие, в общем-то, считают, что как бы так и надо вообще, что это типа финал каких-то мечтаний, я так не считаю. Я считаю, что нужно устремлять разум в космос и, в общем-то, сначала устремить в космос мысль, потом взгляд, а потом, в общем-то, устремить туда и все остальное. И, в принципе, все же для этого есть. Огромные степи, которые ничем не хуже, можно использовать под космодромы, ничем не хуже, чем казахские все эти штуки. Есть просторы огромные, то есть, пожалуйста, любой формы космодрома строй на здоровье. Но снова же должна быть в этом заинтересованность, должны быть в этом желающие. И, конечно, жизнь, понятно, что... Понятно, что, к сожалению, ничего. Понятно, что у меня нет возможности донести свою точку зрения до всего, или, по крайней мере, большинства населения. Понятно, что те, даже кто послушают это осмысление, они сами против того, чтобы данная моя идея, в общем-то, осуществилась. Поэтому с этим все сложно. С тем, как эту идею внедрить в реальность, все сложно. Тем не менее, я ее, как минимум, провозглашаю. Как минимум, пусть эта идея будет провозглашенная, позднее записанная, позднее донесенная еще до кого-то. Потому что развитие у нас будет только, когда мы забудем, оставим в истории тему сжитницы Европы, и когда у нас будут частные, какие-то космические направления, а не частные, сельские, вот эти все темы. С другой стороны, я думаю о грехе. Для большинства людей, вообще, та ситуация, что они заметили, как кто-то чистит картошку, вообще воспринимается по-другому. Они сами чистят картошку. Они как бы жрут ее и радуются, если какое-нибудь другое слабоумное существо вместо того, чтобы думать, что-то осмыслять. Вообще, я размышляю о Вселенной, ну вот реально, я размышляю о устройстве Вселенной, о устройстве Вселенной с точки зрения ВЕД, с точки зрения нынешней науки. А большинство людей, как бы, говорят еще, типа, о космосе думаешь скорее в плане какой-то шутки. То есть, совершенно противоположный взгляд вообще на все. Я же в действительности, хоть уже прошло достаточно времени, до сих пор нахожусь, в принципе, под впечатлением от той ситуации, когда я вижу, что человек, который мог бы мыслить, решил чистить картошку. При том, что я чистил картошку в свое время, я кучу картошки перечистил в разные времена, в разных ситуациях. Но я честен перед собой и готов в любой момент клятвенно провозгласить то, что я не единую картошку, не единую морковку, не единую другую, какую-нибудь подобную фигню, никогда не почистил по собственной инициативе, по собственному желанию. Бывали даже такие случаи, что, в общем-то, практически не было чего жрать. И я думал, кому бы, как бы эту моркву, которая тогда благодаря одному человеку была, как бы ее на что-нибудь обменять, чтобы, может быть, отдать мешок морквы и получить пару яблок или чего-нибудь такого. Не потому, что, как бы, яблоки — это какая-то супер еда. Яблоки — обычная фигня. Ну, просто, чтобы меньше своего внимания тратить, по сути дела, в унитаз. Потому что жрачка — это экскремент. По сути дела, вот если нынешним людям в ресторан принести содержимое унитаза и вывалить на стол, они обидятся, их начнет тошнить, может, кто-нибудь из них сблюет. Ну, это всего лишь, как бы, иллюстрация их такой обрывочности, их мышления и неспособности мыслить целиком, неспособности понимать, что, в общем-то, любая жрачка спустя какое-то время становится экскрементом. И, по сути дела, все то внимание, все те усилия, которые человек посвящает на приготовление жрачки, можно сказать, что человек служит экскрементом. Можно сказать, что человек отдает себя экскрементом. Можно сказать, я не знаю, что человек таким путем, как бы, в каком-то смысле, почитает даже уже не то, что загнило, а прямо экскременты. Ну, в общем-то, все тоже гной, тлен, мерзость. Вместо того, чтобы почитать что-то великое, какое бы красивое... Что его, сфотографировать? Да, сейчас вот все-таки какая-то какая-то, как бы, склонность к попытке что-то разумное сделать с этим тленом у людей все-таки есть. И они сейчас придумали фоткать жрачку. Они сейчас придумали фоткать жрачку, чтобы как бы сохранить это. Чтобы, ну, вот, типа, не только сожрать и все, и дальше оно становится экскрементом и до свидания. А, типа, они это выложат куда-то, будут хвастаться. То есть... Ну, все равно так или иначе, как бы, а вот они фотку выкладывают, там, красивая пироженка. А если у них спросить, а покажи как бы это пироженка в реальном времени. Где оно сейчас у тебя и как оно из тебя... Да, вот, входило оно у тебя вот таким вот красивеньким, а покажи, как оно из тебя вышло. А тут уже, как бы, во-первых, мало кому захочется смотреть на то, каким оно вышло, а во-вторых, как бы, мало кому захочется реально об этом задумываться. То есть, часть правды нынешними людьми как бы игнорируется, как бы, они стараются об этом не задумываться. Фразы там «думать о космосе», «думать о вселенной», «думать о Боге», «думать о смысле жизни» — такие фразы в общении нынешних людей скорее являются насмешками, скорее являются с их точки зрения тоже, наверное, символами и синонимами какого-то пустого времяпровождения. Типа, чего ты там не жрешь, не сношаешься, не радуешься жизни, там, что ты там о космосе задумывался, там, ну, закури, выпей, там, вздрочни раз-другой и будь как все. Ну, то есть, а зачем? Зачем быть как все? Зачем вообще как-либо быть, если так уж задаваться этими? Зачем вообще как-либо быть? Кому бы то ни было быть, если уж задаваться в финале вопросами этими? А это фундаментальные вопросы. Тоже людям нынешним не хочется об этом думать. Я думаю о том, ну, допустим, да, допустим, и среди мирового правительства, условного, мировой элиты, есть те, кто понимают, что лучше было бы, в общем-то, как-то людей отучить от телячьих радостей, которыми они живут. Есть такая тема, что типа сделать, чтобы у человека вообще не было никакой собственности, чтобы все, в общем-то, что его окружает, было какой-то общественной собственностью, это некий капиталистический аналог коммунизма, что ли, сказать, когда человек может пользоваться отчасти, то есть тоже тут еще зависит от того, как кто хочет эту тему реализовать, кто-то будет это реализовать в мерилах единиц социального рейтинга, кто-то в мерилах единиц там условных финансовых единиц. И вот человек не имеет в личной непосредственной собственности ничего, но вот теми или иными единицами ценности, теми или иными мерилами доступного его ресурса арендует там жилье, арендует другие какие-то средства и вот так живет. Есть книжка, сейчас уже даже не скажу, как она называется, но название что-то в духе того, что у меня нет никакой собственности, я счастлив. Достаточно примитивная, небольшая, литературная, даже даже не особо литературная, такое скорее скорее рекламирующая эту тему произведения. Тоже есть уже разные дальнейшие произведения на эту тему, критика, анализ, кто-то говорит, вот рептилоиды хотят все у людей отнять, чтобы людям ничего не принадлежало. Родновера естественно против этого. Конечно же Божью землю матушку так сказать у детятушек хотят отнять. Родноверы они же дети матери сырой земли. Чего она у них эта земля отсырела? Может она плачет по сынам неразумным? Черт ее знает на самом деле. Но земля это в конце концов земля, у нее сынов много всяких и это вообще отдельная тема. Но так или иначе родноверы и другие конспирологи вот эти так сказать натуралы не в сексуальном а в таком идеологическом смысле слова они такие что нет типа плохо надо чтобы человеку принадлежал родной гектар там родовое поместье все вот это другие говорят что наверное даже нормально там когда тебе надо попользовался чем надо отдал другому и ту и другую точку зрения можно так или иначе развивать можно в общем-то доразвивать и до абсурда можно доразвивать до чего-то более-менее такого удобного нормального но есть те которые думают дальше и в общем-то когда стартовала тема с мета и с стимуляцией к тому чтобы люди сидели дома и все у них было на удаленке все социальные связи я выпускал некоторые размышления к чему в общем-то дальше это может прийти и какие тоже у других из вот этих так сказать мировых элит есть взгляды есть планы относительно того что вообще было бы неплохо людей оградить от физической реальности и постепенно приучить их к тому чтобы они сидели условно говоря у себя дома в очках виртуальной реальности но им туда транслировать что они в общем-то на яхтах в общем кому что надо есть такая тема которая тоже может в дальнейшем развиваться по-всякому но вот что интересно что я что думаю все в контексте того как как подтолкнуть людей к духовному развитию и я думаю ну типа как-то наверное помедитировать чтобы мировое правительство поскорей загробило остатки индивидуального сельского хозяйства и как-то людей от этого отучило в общем-то неплохо а с другой стороны а с другой стороны тот факт что какая-то часть людей допустим не сможет заниматься сельским хозяйством не означает что они перестав отдавать себя земле начнут посвящать себя какому бы то ни было праведному делу начнут посвящать себя науке к сожалению вспоминаю общение с издателем вспоминаю его приемную дочку которая черт ее знает сколько ей тогда было лет 17 по-моему и такая уже в принципе взрослая девка вместо того чтобы понятно что в таком возрасте говорить что там о душе подумать это с точки зрения современной цивилизации вообще слишком рано но с моей точки зрения никогда не рано я то в общем то обо всем этом начал думать практически сразу как смог более-менее вменяемо в этом теле думать тело в детстве такое еще дерьмецо когда в общем то свой разум полноценно проявить невозможно когда оно слабо хило вяло и так дальше и половое созревание тоже еще тоже еще те приключения ну так или иначе могла бы думать о карьере но получается папочка ее типа издатель она научилась на верстальщицу и так сказать яблочко недалеко падает от яблоньки поскольку уж папочка ее хоть он и приемный он вообще ни разу не папочка но он любит ее мамочку и вот чтобы проявить эту любовь он значит мамочку сделал генеральным каким-то не помню уже даже супергенеральным директором своего издательства он сам типа всего лишь исполнительный директор и вот у них такой семейный бизнес ну в принципе чуть бы и нет на самом деле но отчасти это тоже какой-то показатель что ей как бы самой что-то думать куда-то двигаться не особо это хотелось я за ней наблюдал чисто в таких социологических целях и вот эта девка как бы которая уже в общем-то познакомилась и с половой темой и совсем эта девка играла в зомби-ферму это женщина уже по сути молодая женщина ну кстати в древнеславянском языке слово девка отнюдь не было каким-либо оскорбительным и просто обозначало девочек и девушек молодых женщин иногда даже без привязки к тому в общем-то они еще девственницы или уже нет это просто типа не жена и не старуха и с другой стороны не немовлятко значит девка в принципе ну ладно сейчас могут это тоже воспринять как какое-то злое высказывание злого вот этого злого сухого философа вот эти все мокрые так сказать сентиментальные существа могу говорить допустим молодая женщина так звучит еще более кошмарно молодая женщина вместо того чтобы думать о будущем в том или ином ключе хотя бы о своем ну нет наверное она думала конечно же анализируя ее я понимаю что у нее и определенные вкусы и определенные взгляды на то что она себе хотела были но она играла в компьютерную игру зомби ферму не особо вдавался в то что там происходит но там нечто типа того что на ферме работают зомби и вот она садит капусту там морковку какую-то другую говну и говню окло и то есть руками как у нее вместо рабочих вместо там вот этих всех фермеренков и фермерят у нее зомби на ферме работают нафига так сделано ну наверное чтобы с одной стороны может россиян уже готовили к тому что они со временем станут народом зе черт его знает кто это все какой черт это все знает и какой черт это все разработал ну так или иначе почему-то там на ферме работали зомби и это именно зомбоферма зомби садят все эти капусты морковки и так дальше трудятся а типа игрок принимает решение куда что садить и как бы собирает баллы бонусы и развивает свое вот это все дело и вот эта молодая женщина молодая женщина в том возрасте когда уже лет там не то что 500 а даже 200 назад вполне возможно что у нее уже был бы третий ребенок ну как минимум второй в данном возрасте но эта молодая женщина играла в компьютерную игру зомбоферм где руками электронных виртуальных зомбей она садила ту же самую капусту морковку и прочее вот это все что в будущем станет дерьмом ну любая жрачка станет дерьмом поэтому можно обобщить это уже сразу и так сказать с запасом по сути дела садила это все дерьмо руками зомбей то есть занималась сельским хозяйством с помощью компьютера и причем вот если бы она не знаю реально создала бы роботизированную ферму где она реально занималась бы сельским хозяйством она вообще была бы великим человеком новатором может быть если бы в российской федерации были бы такие молодые женщины то может быть российская федерация не скатилась бы в ту клаку в которую она сейчас превратилась ну так или иначе вот значит вот значит она этим всем занималась нафига это ж ну как бы это ж жуть заниматься сельским хозяйством с помощью компьютера да еще заведомо тем сельским хозяйством которое даже жрачку не дает понятно ладно в старину а в некоторых странах и сейчас единственный способ выжить и иметь что пожрать это отдавать себя земле мучиться горбатиться садить вот это все там собирать смотреть чтобы никакая зараза это все не сожрала и вот человек получает жрачку ну ладно она допустим поскольку эта игра и она не коверялась в реальной грязи то она хотя бы не пачкалась ну вот собственно в грязи но ведь сознание это свое оно все равно пачкало внимание она все равно переживала там то есть урожай не урожай по сути дела кроме вот такой телесной грязи информационная грязь на ее сознание все равно наслаивалась и при этом она за вот эту трату своих умственных ресурсов не получала ту же самую какую-нибудь капусту картошку и все вот это то есть это абсолютно сверх какое-то в третьей степени наверное умноженное натрий само в себе и возведенное в степень тупое времяпровождение ладно еще как-то хотя тоже бред те которые играют в освоение космоса нафига вам играть в освоение космоса давайте реально его осваиваться как бы так от вас хоть какая-то польза будет а так поиграйте в освоение весь пыл задор и в общем-то данное вам от богов пламя некого энтузиазма и всего вот этого в игру сольете и пойдете дальше запиваться и это самое ну ладно все играют в космос им космос в реальности недоступен они в него играют это молодая женщина играла в ферму и после этого вот люди потом еще удивляются почему землетрясения случаются я другое удивляюсь я удивляюсь почему землетрясения случаются так редко и я поистине восхищаюсь стальными нервами богов которые на это все смотрят и это все терпят ну они не такое терпели поэтому в принципе это их работа получается проблема в том что даже если придумать как людей оградить от физической вот этой вот отдачи себя земле они все равно в той или иной степени какой-то грязи будут продолжать себя отдавать если 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 а что если если они все-таки не сделают выбор очистить свой разум и перестать отдавать себя всякой фигне не имеющей финального смысла и наконец примут выбор заняться какой-то праведной деятельностью заняться поистине чистой поистине совершенной деятельностью во имя Всевышнего во имя совершенствования человечества но ведь земля нас кормит найдутся найдутся те кто могут так сказать ну типа того однако вот недавно следующая история человек человек начал свою челюсть таскать по земле хотя он старше меня всего лишь на пару лет но все равно поскольку этот человек уже нарастил себе пузяку пропил себя и прокурил поэтому выглядит так как будто бы ему уже ну если и не вдвое больше чем мне то по крайней мере основательно больше чем мне а я в принципе стройный и в общем-то не запитый не прокуренный в некотором смысле выгляжу как его уже в общем-то тоже разожранные но начатые прокуриваться и пропиваться старшенькие сыночки и вот ввиду опять же вот этого своего восприятия он такой ой какой же ты вообще молодец в своем возрасте да вместо того чтобы по клубам да вместо того чтобы то хотя в смысле что я не знаю всю жизнь по клубам то есть или что или ну реально философией заниматься уже в сто лет когда сдыхать пора почему люди считают что чем-то возвышенным нужно заниматься уже под старость лет когда уже там мозги мозолями поросли в общем-то от безделия от незадействования этих самых мозгов и когда уже мозги там вообще непригодны к умственной деятельности ну люди так считают и значит ладно челюсть челюсть по земле и такой вот чуть ли не поет мне дифирамбы относительно того как же хорошо что я да вот этим всем доинтересуюсь археологию да изучаю историю изучаю и летописи и про искусственный интеллект знаю компьютер из любого хлама рабочий собрать могу ну и так далее дифирамбы это самое я что ну как бы нафига мне тратить время просто рассказывать какому-нибудь человеку сколько всего это цель единственная в конце концов так или иначе познакомить с ведическим знанием и привести к теме священного выбора и вот как бы я говорю слушай ну как бы знание не настолько какое-то сложно я тебе вот подготовлю материалы только ты ознакомься я тебе вот такие простые ознакомлю но важные потому что ну как бы я вот типа как ты считаешь такой весь и то и то и другое но поскольку я по сути дела вот так вот ну по-настоящему над этим тружусь всего лишь один то моих мозгов не хватает я не могу одновременно и переводить тексты и писать новые и вычитывать на ошибки старые публиковать это все и там где-то кому-то пытаться отвечать а у меня ждут еще очень такие обширные нюансы на которое отнимает физические умственные и другие ресурсы ввиду которой многие так сказать великие подвижники вообще отказались от какого-либо праведного содействия они зарылись и сказали все мы мы зарылись ну зарылись так зарылись что я могу сказать в общем я пытаюсь объяснить что мне нужна помощь для того чтобы ты осознанно мне помогал ну как бы попрошайничать типа не знаю подкинь пару копеек это ну тупо как-то больше того отчасти да я вот реально благодарен буду любому человеку даже который просто там не знаю пожертвует 50 копеек услышав это видео потому что ну если качественно его распространить и если как минимум тысяча человек пожертвует 50 копеек в общем-то уже тоже на что-то чего-то все-таки мне хватит поэтому даже так хорошо а если кто-то чего-то больше то вообще тоже так сказать тоже это делу пригодится но дело в другом дело в том что если иметь осознанных людей которые тоже делают какую-то часть работы это легче чем вот таким путем наклянчить или насобирать вот эти копейки и отдать их какому-то стороннему человеку и еще пытаться заведомому идеологическому как бы врагу который полностью придерживается других взглядов на мир пытаться чтобы он так изобразил или сделал какую-то часть нужных работ допустим сверстал какой-то там программный макет или нарисовал какую-то картинку или еще что-то а человек придерживается других идей ему плевать на все что я от него хочу для него это работа и как бы там пока оплата есть в меру оплаты кое-что сделает но не больше того и тоже как бы поскольку внутренний человек на другой теме то даже с оплатой это не совсем то поэтому удобней лучше для дела было бы чтобы на каждую как бы на каждое направление был отдельный свой специалист который может быть и не знает всю идеологию настолько хорошо как я но хотя бы в общих чертах понимает и хотя бы хотя бы как-то синхронно хотя бы хотя бы на каком-то уровне поддерживает общую скажем так идею рахманской традиции духовного возрождения они являются ее врагом поэтому пытаюсь человеку объяснить вообще уже для человека готовлю такие вот простые аспекты данных ссылками на ученых ссылками там это и немного и минимум критики не касаясь того что там типа ты пропил уже свои мозги прокурил и все остальное и как бы вообще ничего этого не касается те кто меня знают знают что иногда я могу вот так достаточно иногда достаточно нещадно в общем-то говорить людям правду а иногда в общем-то и более как-то толерантно попытаться все же им объяснить какие-то аспекты ведического знания не особо касаясь того чего можно не касаться вот я все подготовил подготовил персональную вот такую презентацию касательно большинства важных тем для человека вот лично для него лично учитывая его умственные и все остальные нюансы что от человека требовалось от человека требовалось потратить несколько часов при этом не обязательно подряд это можно было там час потом полчаса потом еще полчаса ну и может быть еще одни полчаса для финального такого то есть два с половиной часа к примеру ну или всего лишь два часа или бегло пробежаться за полтора часа и тогда уже в общении со мной еще задать какие-то вопросы я чуть-чуть бы это все дочухал и тоже тоже так можно было бы и были у человека выходные то есть если по идее то все равно ни у одного человека нету такой работы которая отнимала бы у него 24 часа и по идее если у человека есть время на то чтобы поесть поспать посмотреть любимый фильм так сказать и все вот это то можно было бы в общем-то не смотреть любимый фильм можно было бы один день даже не поесть и меньше поспать и изучить нужный материал то есть тут тоже вопрос как раз свободы выбора а не того что типа время есть или времени нет ну да ладно тут вообще у человека еще выходные были абсолютно свободные выходные но другая помеха человек поехал домой и к жиночке в общем-то и проблема не в жиночке опять в отдавании себя земле человек у которого и так куча болячек и которому даже из медицинских соображений лучше было бы земли это и вообще не касаться и ну что уже детятушек народил пусть они уже коверяются в земле он уже свое отковерял тем более как бы он и так их обеспечивает и так там это вот это коверяние в земле это просто чисто дебильный фетиш который ну то есть какие-то те жалкие продукты которые типа он вырастет таким путем он больше потратит и времени и денег и всего на их выращивание чем как бы сэкономит просто купить в магазине намного в этом случае будет дешевле потому что там производство автоматизировано а это ручной труд и при этом значит пытается типа там чтобы никакие лишние фигни туда не попали поэтому это ручной и крайне тяжелый крайне дорогие для этого всякие нюансы используются так что это вообще ни разу не рентабельно и даже опасно и даже вредно и вот человек уехал домой двое с половиной суток отдавал себя земле горела бы она огнем ну хотя да не земля виновна но я не знаю просто вот как говорится зла не хватает в таких случаях да и земле на самом деле ничего бы плохого не было бы земля обширна огромна земля как целый организм даже не заметила бы особых изменений если бы вот его участок земли потерял бы так называемое плодородие или даже территория всей нашей страны потерял бы вот это плодородие но все равно скорее всего люди нашли бы себе какую-то другую аналогичную возможность потерять время впустую и не заняться духовным развитием человек имеющий болячки имеющий чертовы рыжи вообще который может быть еще раз еще раз так сказать попытается отдавать себя земле и уже реально отдать себя без останку все равно продолжает я уже не говорю про людей которые дают себя земле с переломанными то то тоже для меня ужасный пример еще таких примеров кошмарных когда люди имеют работу нормальную работу или не работу имеют пенсию а если с точки зрения того что это им типа дает дополнительный заработок то сейчас куча других возможностей могли бы учиться становиться программистами бета тестировщиками там не знаю криптовалютой там чем угодно да или просто уже реально сделать выбор и заниматься проповедью ведических знаний продавать мои книги и собственно если много продавать моих книг а можно с ними продавать и другую какую-то схожую литературу и зарабатывать какой-то процент на этом всем и это было бы тоже заработок и к делу продавать сейчас можно и через интернет и так и сяк то есть ну как бы снова же ковыряться в земле это не необходимость это не некий удобный способ создания ресурсов а это жуткий способ потери ресурсов это жуткий наверное самый жуткий из вот таких вот фетишей которые есть у людей и и тоже грех в таком глобальном смысле хотя по сути дела в каком-то смысле в других случаях и при других обстоятельствах это была бы праведность но снова же это грех как бы как таковой не против не против земли даже не знаю не против человечества а это грех этих людей в первую очередь против самих себя против самих себя что они вместо того чтобы не знаю поддерживать здравие свое тело развивать свой разум и оставлять следующим поколением какой-то духовный опыт и все остальное они просто в тупую как рабы продолжают работать по привычке потому что вот были крепостными их предки а даже если не были они по инерции продолжают считать себя крепостными и вместо того чтобы посвятить себя духу вместо того чтобы посвятить себя праведному делу они дают себя земле когда я об этом говорю я об этом говорю в первую очередь из-за жуткого сожаления да мне было бы легче если бы они всецело как-то помогали мне а я часть тем что они не могут перенастроиться от этого я страдаю от этого дело страдает но в конце концов если как бы все равно это дело должно осуществиться то я как-то все равно пытаюсь осуществлять а они же я пишу я вот это все осмысляю я все-таки пытаюсь создать тот информационный пласт посредством которого я буду человечество хоть как-то в задницу иголкой пытаться пробудить и хоть как-то устремить к развитию к звездам к совершенству и всему вот этому ну а эти же люди они же просто себя убивают во имя как бы не знаю каких-то ягод которые их же дети не факт что вообще посылку ту заберут когда они ее пошлют во имя каких-то там тоже фиговин которые причем вот этот человек который последний сам мне рассказывал что его старший сын проиграл в какое-то онлайн казино огромную сумму денег которая была ему дана там вообще на другие темы связанные с учебой и этот ну добродушный типа ну конченый дурак вместо того чтобы сына своего приводить в порядок он упахивается до полусмерти отдавая себя земле и лишает себя возможности изучить мои материалы понять как бы меня понять вообще что-то понять себя в общем я не знаю я могу часами эту тему так или иначе в разных подробностях осмыслять но смысл краткая какая-то квинтэссенция этого всего в том что легко легко отдать свои силы всякой фигне легко растратить свои силы легко растратить свои ресурсы но сложнее наоборот как-то что-то саккумулировать и как-то собраться с мыслями и силами и делать что-то что по-настоящему будет важно для истории человечества и в последующие эпохи и ну я призываю именно к этому к священному и к важному и к истинному а не к тлену и не к грязи герои как-то а не к а не к и к